всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюра диорамы и сегодня речь у нас пойдет о относительно новой модели на рынке от полимерного 3d принтера это модель бен 4 что отличает этот принтер от тех принтеров которым я уже пользовался до этого а это были принтера тени кубик принтер от лонгер в первую очередь это размер то есть цельнометаллический огромный с толстым колпаком в 5 миллиметров и с механизмом откидывания крышки назад мне не нравится это решение поэтому я решил не прикручивать задние болты и крышка у меня просто колпак он снимается одевается как в принципе и у лонгер что еще отличает этот принтер от всех остальных это то что он работает на android у него есть встроенная память на 8 гигабайт вай фай интерфейс ethernet то есть все это можно к нему подключить в комплекте идет программное обеспечение для компьютера очень кривой слайсер который мне не особо понравился но увы альтернатива ему нет только если делать поддерживаемые файлы в читубоксе или в прусо об этом мы поговорим каких-нибудь других роликах и уже чисто пользоваться как обычным слайсером в плане нарезки без каких-либо дополнительных ухищрений в виде полости и прочее посмотрим что нам вообще предлагает ново 3d здесь я сейчас пробегусь бегло по комплекту поставки а потом мы вернемся к тому что у нас скрывается под этим полпаком первое что встретит нас в коробке это отдельный конверт запакованные с ванной болты я установил отдельно причем а конструкция болтов очень интересная она имеет свободный ход определенный но здесь тоже есть резьба через которую болты проходят это сделано для того чтобы не вынимать постоянно болты чтобы они имели крепление что еще отличает данный принтер от других это то что ванна продумано в плане того что у нее есть ножки и в то же время эти ножки являются направляющими при установке ванны то есть вы можете ванну спокойно ставить на стол и не бояться что она у вас повредится о покрытие стола все элементы такие как экран экран внутри сам lcd покрытие ванны они обладают пленками защитными это очень хорошо так как пути всякое может произойти после ванны у нас идет мануал то обидно что мануал только на английском языке но в принципе по большому счету все понятно как подключить вай-фай как подключить ethernet кабель то есть все есть все в наличии при желании можно воспользоваться этим на сайте и перевести через тот же яндекс переводчик дальше интересное решение от компании nova не знаю насколько она удобно или не удобная то есть фэп пленка она поставляется в таком виде в виде модуля для установки то есть это дополнительная защитная фэп пленка я не знаю в будущем как как установлена пленка там можно ли будет ее разъединять и устанавливать но подозреваю что можно не использовать данные кассеты их можно разделять устанавливать фэп пленку и пользоваться то есть это просто в плане того что можно покупать отдельные модули если вдруг вам нужно будет упростить саму работу по смене фэп пленки еще нового кладет нам в комплект воронку для слива то есть раньше ни одна из компаний мне это не предоставила предоставлял только фильтра здесь же есть еще воронка здесь есть бокорезы понятно что китайские но качество кстати довольно таки неплохое заточены хорошо довольно таки интересные бокорезы ну хотя бы они есть это уже хорошо плюс но вот дает нам две пары нейтриловых перчаток синего цвета набор инструментов как и все другие производители то есть шестигранники запасные болты и пластиковая лопатка для очистки фэп пленки в случае обрыва поддержек или прочей какой-нибудь прочего каком-нибудь сбоя при печати ну и еще вот такая вот баночка интересная я честно не вижу в ней наверное смысла хотя если смола хорошо стекла можно конечно пройтись и вот таким вот рассеивателем чтобы смыть остатки какие-то заглубления ну не знаю насколько хорошо это работает ну что же ну и соответственно флешка которая шла в комплекте я если честно я не пользовался потому что я через вай-фай передавал файл и ставил на печать то есть мне так гораздо проще чем пользоваться какими съемными носителями заглянем под наш колпак и посмотрим что нас ждет там внутри а под колпаком нас ждет в первую очередь основная часть любого 3d принтера это экран причем экран здесь модульный замена осуществляется путем откручиваем четырех болтов и все то есть вы откручиваете четыре болта вот эта платформа снимается экран отключается через вот это окошко сбоку я позже все это покажу и все то есть замена тут элементарно цельнометаллический корпус принтер крайне тяжелый и крайне огромный не знаю плюс это или минус внутри стоит не пара лет то есть там нет панели с диодов там стоит пачка диодов в центре с линзой то есть как утверждает производитель вот это не хуже чем пара лет потому что линза специально разработана так чтобы охватывать всю область печати равномерно посмотрим по факту на качество печати также внутри нас ждет рельсовая направляющая но не такая как у лонгера то есть здесь она более продуманно рельсовая направляющая с подшипниками то есть здесь уже стоят подшипники и это гарантирует плавность хода и отсутствие вовлинга также вал как и у всех других большом счету принтеров здесь нет чего-то инновационного и чего-то нового калибровка одним болтом не особо она мне нравится так как она не совсем надежно но само крепление кюветы очень интересно потому что она осуществляется с помощью двух направляющих таких вот из анодированного алюминия я так думаю что это довольно таки интересное решение по ощущениям вот когда смотришь на этот принтер создается прям вот такое вот мнение что он очень добротно сделано он очень качественно и интересно выполнен площадь печати здесь немного больше чем у конкурентов до таких как фотон с и тот же лонгер здесь 130 на 70 на 150 то есть высота чуть поменьше но зато сама площадь она больше посмотрим теперь а что нам предлагает производитель в плане по меню здесь как бы ничего особо нового нет меню управление печатью то есть поставить на паузу отключить и посмотреть что на данный момент у нас засвечивается файл это ваша библиотека файлов тут вы можете смотреть внутреннюю память или юсби то есть это не имеет значения на данный момент я загружаю все файлы через вай фай внутрь данного устройства так как здесь 8 гигабайт можно разместить довольно таки приличную библиотеку control это калибровка и управление кюветы то есть это именно настройка уровня и с этим это проверка работоспособности экрана языковая панель прошивка здесь три языка русского естественно нет и настройка интернета то есть здесь вы можете ввести ваш вай фай или подключить ethernet кабель настроить и дальше пользоваться уже именно так без использования юсби накопителя про экран экран как я и сказал модульный и заменяется с помощью откручиваем четырех болтов и сбоку есть люк за ним находится шлейф подключения экрана то есть вам надо отключить четыре болта снять экран он здесь не приклеен никак он просто закреплен с помощью вот этой вот платформы и потом просто отключить шлейф установить новый модульный экран подключить шлейф закрутить все дальше будет все работать как и должно сейчас мы с вами откалибруем наше устройство и пустим тестовую первую печать там как раз будут очень мелкие элементы посмотрим на что у нас способен принтер band 4 от фирмы нового со своей родной смолой которая идет у нас прозрачный зеленый после того как наша печать закончилась мы промыли с вами детали видеоряд о том как это сделать я расположу на экране чтобы видели мы переходим к самому основному что должен делать фотополимерный принтер и чего мы все от него ждем это качество печати так как фотополимерный принтер это в первую очередь не размер а качество хотя размер можно тоже сделать любой даже вот один восьми если позволяет площадь построения и так данный принтер на стандартных стоковых смолах до таких зеленый серый черный оранжевый прочее то есть без каких-то технических особенностей печатает шикарно фотографии я прикреплю дополнительно кому интересно посмотрите сейчас а на данный момент я просто покажу вам поближе в видео чтобы могли оценить но компания нова 3d производит также смолы технического назначения как и многие другие фирмы это смол для стоматологии сверх точные смолы и одна из них это смола red wax которая разработана для печати именно художественной миниатюры для мастер модели и прочего то есть она максимально точная и максимально гладкой насколько это возможно то есть она сочетает в себе свойства прозрачных полимеров и свойства полимеров в которых есть пигмент то есть она дает гладкость и точность одновременно вот так вот выглядит бюст который распечатан единственном экземпляре больше другого такого вы пока не найдете ссылку на художника данного бюста я расположу в описании к видео если кому-то надо будет что-то слепить обращайтесь возможно вам это сделают то есть здесь я уже просто могу порекомендовать и все ну что же качество печати мы с вами посмотрели теперь перейдем к стандартной нашей рубрике это плюсы и минусы данного принтера то есть плюсы и минусы принтера band 4 от фирмы nova 3d а здесь именно есть о чем поговорить так как тут не совсем все гладко плюс самый главный и самый первый плюс данного принтера это качество печати то есть качество печати очень хорошие то есть я мог сказать что это лучшее что я пока держал в руках и лучшее что пока у меня было то есть именно данный принтер он полностью все мои потребности реализовал на сто процентов то есть я действительно восхищен этим принтером и скорее всего буду в будущем приобретать себе еще один так как это очень очень хорошая машина именно для работы и точных печати это основной плюс то есть это самое главное что должно быть в принтере второй плюс это не менее важный как качество печати это беспроблемность то есть принтер работает из коробки принтер имеет всевозможные интерфейсы нужные вам такие как вай фай и ethernet и внутренняя память 8 гигабайт то есть в чем плюс данного принтера огромнейший в том что даже если вы будете ввести печать с usb накопителя то перед тем как начать печать принтер заберет файл с usb накопителя во внутреннюю память и не будет обращаться к файлу за каждым слоем как это происходит в других принтерах то есть принтер печатает из внутренней памяти соответственно в случае сбоя usb накопителя еще что-то проблем с печатью не возникнет это второй наверное главный плюс потому что я с этим сталкивался на том же они кубики третий плюс это то что экран модуль то есть замена экрана займет у вас всего там 3-4 минуты это просто бесподобно в плане того что не надо абсолютно думать о том сможете вы это сделать или нет разбирать принтер не придется есть отдельная окошко для подсоединения шлейфа то есть это очень удобно и честь хвала просто фирме что она сделала четвертый плюс это продуманность принтера вот в таких вот мелочах которые как бы сильно помогают в плане работы с данным принтером я к этим мелочам отнесу ножки у ванной мелкие моменты которые очень важны например болты на ванной которые не выпадут если вы ее перевернете потому что они там закреплены резьбой то же самое то есть это крайне удобно плюс имеется риски на ванной внутри вы никогда не перельете смолы то есть там есть максимально допустим уровень до которого вы можете все это заливать а теперь наверное мы с вами поговорим о минусах и тут не все однозначно самый главный основной минус для меня это то что не существует плагина для читу бокс для band 4 то есть родной слайсер родное программное обеспечение которое нужно для нарезки файла и установки поддержек оно отвратительно честно то есть ставить поддержки там это просто издевательство благо я не пользуюсь программами которые мне неудобны то есть для установки поддержек в основном я использую слайсер от пруса и читу бокс то есть кому то если интересно сама система установки поддержек я могу сделать небольшой ролик по обзору слайсеров и после этого мы с вами как бы будем разбирать какой лучше какой хуже и прочее то есть сама само программное обеспечение которое нужно для установки поддержек и нарезка файлов она очень плохо сделано скажем так в плане того что если вдруг на какой-то модели есть небольшая помарка а это ну часто встречается и лечится спокойно там определенными сервисами если вдруг есть такая помарка то принтер не будет печатать этот файл он просто напишет что есть ошибка хотите ли вы восстановить его нажмете давно в итоге получится что у вас или поддержки исчезнут с файла либо он просто восстановит его но все равно создаст какую-то ошибку во время печати то есть если вдруг у вас вылезло окошко что есть ошибка файл не продолжайте работать с этим файлом почините его поставьте поддержки и уже кидайте в слайсе чтобы нарезать данный файл то есть это мой вам совет а больше минусов ну наверное пока нет данный принтер это просто находка для людей которые хотят попробовать себя в полимер печати завтра или в течение недели будет ролик на канале по поводу того что фотополимерная 3d печать вообще из себя представляет что вам для этого пригодится с какими трудностями вам придется столкнуться вообще что это такое в плане того что многие считают что для 3d печати мало что нужно в плане того чтобы вообще начать печатать то есть попробую все разложить по полочкам так как опыт какой-то у меня уже имеет скажем так а на данный момент мы заканчиваем наш обзор и я наверное расположу файлы фото примеров в конце кому интересно посмотрите попробую сделать таймкод кому интересно смотрите всем кому видео оказалось полезным подписывайтесь на новые видео обязательно рассылайте данный ролик друзьям возможно им будет интересно вот примерная 3d печать всем пока